Самым известным из людей, когда-либо живших в Оренбурге, известным в мировом масштабе является, конечно же, Юрий Гагарин. Он прожил здесь несколько лет, обучаясь в авиационном училище имени в Рашилово. Родился Юрий Гагарин 9 марта 1934 года в городе Гжатске, западной области РСФСР. Сегодня это город Гагарин Смоленской области. Его отец был плотником, а мать работала на молочно-товарной ферме. После шестого класса он поступил в ремесленное училище и продолжил учебу в школе рабочей молодежи. В августе 51 года Юрий Гагарин поступил в Саратовский индустриальный техникум и там, в Саратове, пришел в аэроклуб. Есть знаменитая фраза Гагарина «Оренбург дал мне крылья», однако будем объективными. Первые полеты он совершил именно там, в Саратовском аэроклубе, на самолете Як-18. Когда Гагарин был призван в армию, этот летный опыт ему очень помог. В 1955 году он был направлен в Чикалов, напомним, так, когда назывался Оренбург, в первое военно-авиационное училище летчиков имени Ворошилова. Отметим, что в Саратове в аэроклубе Юрий Гагарин выполнил 196 полетов, поэтому среди других новичков училище выгодно отличался. Более того, к этому моменту Гагарин закончил с отличием нескольких учебных заведений – школу, ремесленное училище и техникум, что помогло ему практически сразу стать помощником командира взвода и получить сержантское звание. Начальство с самого начала рассматривало его как перспективного командира. Главной же проблемой в его обучении стала посадка. Юрий Гагарин по теоретическим дисциплинам учился только на пятерке. Что касается полетов на МиГ-15 БИС, были серьезные затруднения. Мне пришлось трижды летать с ним на предмет выпуска его самостоятельно. Стоял вопрос об отчислении его из училища. Иван Михеевич Полшков, командир полка боевого применения. Хоть и не сразу, но 25 октября 1957 года Юрий Гагарин кончил училище с отличием. Забавно, но он поступал в Чикаловское и закончил уже Оренбургское училище. Время его обучения совпало с возвращением городу исторического названия. Надо отметить, что это было одно из лучших военных учебных заведений Советского Союза. Среди выпускников нашей летки 352 героя Советского Союза, 10 из которых дважды герои, больше 150 генералов, 4 летчика-космонавта. Со своей будущей женой Валентиной Горячевой Гагарин тоже встретился в Оренбурге. Она была студенткой Оренбургского медицинского училища. Познакомились они на танцах в ледке. Понятно, что самыми завидными женихами в Оренбурге считались будущие пилоты. Вскоре Гагарин познакомился с будущими тестями тещей, а через три с половиной года лейтенант Гагарин отправился на север. Немного погодя, к нему переехала и молодая жена. 12 апреля 1961 года Оренбург вместе со всей планетой потрясло известие о том, что впервые в мировой истории человек отправился в космос. «Земля, я космонавт. Проверку связи закончил. Самочувствие хорошее, к старту готов». Ракета-носитель «Восток» с кораблем «Восток», на борту которого находился Юрий Гагарин, была запущена с космодромом Байконур. После 108 минут пребывания в космосе первый космонавт успешно приземлился неподалеку от города Энгельса, в той самой Саратовской области, где Гагарин когда-то начинал свои полеты. Через два месяца после полета с женой и маленькой дочерью Галей майор Гагарин приехал в Оренбург. И надо же случиться, что руководителем полетов на военном аэродроме, принимавшем борт из Москвы, оказался Георгий Серков, который был одним из преподавателей Гагарина в училище. Когда Гагарина приветствовали все официальные лица области, Юрий увидел скромно стоявшего в стороне человека, который дал ему путевку в небо. Он пробрался сквозь оцепление, подошел к Серкову и обнял его. Желание оренбуржцев увековечить память о Гагарине вполне понятно. Широкий проспект, доложенный в 1961 году, назван его именем. Международный аэропорт Оренбурга тоже назван в его честь. У нас есть и школа имени Гагарина, и посвященный ему музей, а памятник Юрию Гагарину был открыт 12 апреля 1986 года, 25-летию его полета. К счастью, у нас есть фотография, на которой запечатлено это событие. Редактор субтитров А.Семкин